Беседа 76 Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедовал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Иоанна 14, 31, 15, 1 От невежества душа делается робкой и боязливой, точно так же, как от знаний небесных догматов, великою и возвышенную. Лишенная всякого попечения, она бывает как-то робка, не по естеству, а по свободному произволению. Когда я вижу, что человек мужественный, бывший некогда смелым, становится робким, я уже не считаю этого состояния естественным, потому что все естественное неизменно. Равным образом, когда вижу, что люди робкие, вдруг делаются смелыми, я опять думаю то же самое. Все приписываясь к свободному произволению. Так и ученики были весьма робки, доколе не узнали того, что следовало, и не сподобились дара Святого Духа. А впоследствии сделались неустрашенные львов. Например, Петр, который не вынес угроз служанке, был повешен вниз головою, был бичуем, находился в тысяче опасностей, и однако ж не молчал, а говорил так смело, как будто перпел это во сне. Но все это не прежде Креста. Потому-то Христос и говорил, встаньте, пойдем отсюда. Для чего же, скажи мне? Уже ли он не знал времени, когда должен был прийти Иуда? Или он боялся, чтобы Иуда не пришел туда и не задержал Ист, и чтобы не напали злоумышленники, прежде чем он кончит свою превосходную беседу? Отнюдь нет. Это не совместно с его достоинством. Если же он не боялся, то для чего заставляет учеников идти оттуда, и потом, когда кончил беседу, ведет и в сад знакомый Иуде? Да если бы и пришел Иуда, разве не мог он ослепить им глаза, что он и сделал, только не теперь? Для чего же он уходит? Чтобы дать ученикам несколько успокоиться. Находясь в неизвестном месте, они, естественно, были в страхе и трепете, и от времени, и от места. В самом деле, ночь была уже очень глубокая, и могло стать, что они даже не внимали словам, а постоянно были заняты мыслью о том, что на них нападут, тем более, что и слова учителя заставляли ожидать бедствия. «Еще немного», — говорил он, — «я буду с вами», — «идет князь мира сего». Потому-то, как они, слыша эти и подобные слова, смущались, полагая, что их тотчас же схватят, то он ведет их в другое место, чтобы они, считая себя в безопасности, могли свободно уже слушать, имели же они услышать великие догматы. Вот почему он говорит, «Восстаньте, идем отсюда». Затем, продолжая речь, говорит, «Я есть лоза, а вы ветви». Что он хочет сказать этой притчей? «То, что невнимающему его словам невозможно жить, и что будущее знамение совершаться силою Христовою, а отец мой виноградарь». Что же, значит, сын нуждается в помощи? Нет. Указание на отца не означает этого. В самом деле, смотри, с какой точностью он излагает притчу. Только о ветвях говорит, что они пользуются попечением делателя, а не о корне. А корни здесь упомянуто только для того, чтобы показать ученикам, что без его силы они ничего не могут делать, и что им должно так соединиться с ним, верою, как ветви с лозою. «Всякую у меня ветви, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Здесь он намекает на жизнь, показывая, что без дел невозможно быть в нем, и всякую приносящую плод очищает, то есть сделает ее предметом великого попечения. Хотя о корне нужно бывает больше заботиться, чем о ветвях, нужно его окапывать, очищать. Однако, что ничего не говорит здесь о корне, но все о ветвях показывает тем, что он сам себе давлеет. Достаточно. А ученики, хотя бы были весьма добродетельны, имеют нужду великой помощи делателя. Потому он и говорит, и приносящую плоть плод очищает. Когда ветвь бесплодна и может быть на лозе, делатель отсекает ее, а когда приносит плод, очищает ее, через то делает ее еще более плодоносною. Это, впрочем, можно разуметь и обедствия, которые в то время угрожали ученикам. Выражение «очищает» значит «обрежет», отчего ветвь делается более плодоносною. Этим показывается, что искушение сделает учеников особенно сильными. А чтобы они не стали спрашивать, о ком это сказано, и чтобы опять не привезть их в беспокойство, он говорит, «Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам». Стих 3 Видишь, как он представляет самого себя заботящимся о ветвях. Я, говорит, очистил вас. Хотя выше показывает, что это делает отец, но между отцом и сыном нет никакого различия. Теперь нужно, чтобы и вы со своей стороны делали то, что следует. Затем, чтобы показать, что он сделал это не потому, что имел мужду в их служении, а для их преуспеяния, он приусокупил. И как ветер не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Так и тот, кто во мне не прибудет. А чтобы они не отделились от него из страха, он укрепляет ослабевшую от боязни их душу, тесно соединяет с собой, и уже подает благие надежды, так как корень всегда остается, а отделяется и отпадать свойственно ветвям. Потом, побудив их с обоих сторон, и со стороны пользы, со стороны вреда, он требует того, что составляет нашу первую обязанность. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем. Тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Видишь, что и сын участвует в попечении об учениках, не меньше отца. Если отец освещает, зато сын содержит в себе. А от пребывания на корне и зависит плодоношение ветвей. Пусть ведь и не очищается, но все же, оставаясь на корне, она приносит плод. Хотя и не в таком количестве, в каком бы следовало. Если же не остается, и совсем не приносит плода. Впрочем, уже показано, что и сыну свойственно очищать, равно как быть корнем отцу, родившему и корень. 507. Видишь ли, как у них все общее, и очищать, и иметь силу корня. Конечно, велик вред для ветви, и в том, когда она не может ничего производить. Но Христос не в этом только поставляет наказание, и ведет речь далее. Такая ветвь отсекается, говорит она, и выбрасывается вон. Не будет уже пользоваться попечением делателя. И засыхает. То есть потеряет все, что имела от корня. Если имела какую-либо благодать, лишится ее, и останется без помощи и жизни, сообщаемой от корня. И что же, наконец, кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают, и бросают в огонь, и они сгорают. Но не таков удел человека, пребывающего во Христе. Далее показывает, что значит пребывать, и говорит, если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам стих седьмой. Видите, что и прежде я справедливо сказал, что он требует от нас доказательства от дел. Действительно, сказавшее. Просите, что, и я сотворю. 14.13 Он приносок купил, если любите меня, заповеди мои соблюдете, так же и здесь. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то все, чего попросите, будет вам. Все же это, говорил он для того, чтобы показать, что злоумышляющие против него будут сожжены, а они понесут, принесут плод. Принесший таким образом страх от них на злоумышленников, и показав, что они будут непобедимы, Христос говорит, «Кем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками?» Через это он придает своему слову достоверность. В самом деле, если принесение плодов имеет отношение к славе Отца, то он не оставит в небрежении своей славы, «И будете Моими учениками», видишь ли, что тот и его ученик, кто приносит плод. А что значит, «И тем прославится Отец»? Это значит, он радуется, когда вы во мне пребываете, когда приносите плод. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». Здесь уже говорит человекообразнее, потому что речь, приспособленная к понятиям людей, имеет особенную силу. Подлинно. «Сколь великую меру любви выказал тот, кто благоволил умереть, кто удостоил такой чести рабов, врагов и противников, вас ждет на небо. А если я люблю вас, то не бойтесь. Если слава Отца в том, чтобы вы приносили плод, то не опасайтесь никакого зла. Потом, чтобы не сделать их беспечными, смотри, как он поощряет их. «Прибудьте в любви моей». Это уже от вас зависит. Как же это сделать? Если заповеди мои соблюдете, прибудьте в любви моей. Как и я соблю заповеди отца моего и пребываю в его любви. Сидесятый. Опять идет речь все-рекообразная. Потому что законодатель, очевидно, не мог подлежать заповедям. Видишь ли, что и здесь так сказано, о чем я всегда повторяю, по немощи слушающих. Действительно, он многое говорит сообразно с их понятиями и чаще показывает, что они в безопасности, и что их враги погибнут, и что все, что они имеют, имеют от сына, и что если они будут вести жизнь безукоризненную, никто и никогда не одолеет их. Заметь же и власть, с какой он беседует с ними. Не сказал, «Прибудьте в любви отца, но в моей». Таким образом, чтобы не сказали, «Ты сделал нас ненавистными для всех, и теперь оставляешь нас и отходишь». Показывает, что он не оставляет их. А напротив, «Если только они пожелают, так тесно соединиться с ними, как глаза с ветвями». А чтобы они, с другой стороны, придавшись надежде, не сделали с беспечными, он говорит, что их благополучие не будет неизменно, если они будут неродивы. Потом, чтобы не приписать всего дела себе самому и не подать им повода к большему падению, говорит, да прославится тем отец. Так везде выказывает свою любовь к ним вместе с любовью отца. Значит, не в том слава, что было у иудеев, но в том, что они имели получить. А чтобы они не сказали, мы лишились отцовского наследства, мы всеми оставлены и сделали с ногами и ничего не имеющими, Христос говорит, посмотрите на меня. Меня любит отец, и однако же, я подвергаюсь предстоящим бедствиям, так и вас, и я оставляю теперь не потому, чтобы не любил вас. Если я подвергаюсь смерти, и однако же, не считая этого знаком нелюбви к себе отца, то и вам не должно смущаться. Если вы пребудете в любви моей, то все эти бедствия нисколько не повредят вам в любви. 509 Итак, если любовь сильна и необорима, и состоит не в одних словах, то покажем ее на деле. Христос примирил нас с собой, когда мы были врагами. Мы же, сделавшись друзьями, постараемся остаться ими. Он начал, а мы будем хотя продолжать. Он любит не для своей пользы, потому что ни в чем не нуждается. А мы будем любить хотя бы из-за своей выгоды. Он возлюбил врагов, а мы станем любить хотя друга. Но мы поступаем напротив. Мы ежедневно хулим Бога хищением и любостяжанием. Может быть, кто-нибудь из вас скажет, ты каждый день беседуешь о любостяжании. О, если бы можно было говорить об этом и каждую ночь. О, если бы и тот, кто сопутствует вам на площади и сидит с вами за трапезою, если бы и жены, и друзья, и дети, и рабы, и земледельцы, и соседи, и даже пол, и стены могли изливать эту речь, чтобы через то, хотя немного, мы поудержались. Этот недуг объял всю вселенную, обладает душами всех, и поистине велика сила Мамоны. Мы искуплены Христом, а служим золоту. Проповедуем владычество одного, а покоряемся другому. И что бы он ни приказывал, исполняем с усердием, и забываем для него и родство, и дружбу, и природу, и закон, и все. Никто не обращает взоров на небо, никто не помышляет о будущем. Но настанет время, когда не будет пользы и от этих речей. В Аде сказано, кто исповедается тебе? Салом 6.6. Вожделенно же золото. Оно доставляет нам много наслаждений, и придает почет, но не столько, сколько небо. Богача многие отвращаются и ненавидят, а человека добродетельного уважают и почитают. Но над бедным, скажешь, смеются, хотя бы он был и добродетелен. Смеются, но не люди, а бессловесные. Почему и не нужно обращать на то внимание? Ведь если бы мычали ослы и каркали вороны, а все люди мудрые хвалили бы, мы, конечно, не пренебрегли бы мнением последних и не стали бы обращать внимание на крики бессловесных. А те, которые высоко оценят предметы настоящие, подобны воронам и хуже ослов. Если бы тебя хвалил царь земной, ты, верно, нисколько не заботился бы о мнении толпы, хотя бы и все смеялись над тобою. Уже ли же, когда тебя хвалит владыка всех, ты будешь искать еще похвалы от жуков и комаров. А таковы действительно эти люди в сравнении с Богом. И даже не таковы, а еще хуже. Да коли же мы будем присмыкаться в грязи? Да коли будем поставлять для себя судьями, беспечных, ленивцев и чревоугодников? Они могут хорошо оценивать игроков в кости, пьяниц и живущих для чрева, а добродетели и порока они не могут вообразить себе и во сне. Если бы кто стал смеяться над тобою потому, что ты не знаешь, как провести каналы для стока воды, ты без сомнений не оскорбился бы, а напротив, даже посмеялся бы над укоряющим в таком незнании. Зачем же, желая подвязаться в добродетели, поставляешь для себя судьями людей, которые совсем не знают ее? Потому-то мы никогда и не успеваем в этом искусстве. Мы уверяем свое дело не людям опытным, а невеждам, а они судят не так, как требует искусство, а по собственному невежеству. Потому умоляю вас, будем презирать мнением толпы, особенно же не станем желать ни похвал, ни имений, ни богатства, и не будем считать бедность за какое-то зло. Бедность научает нас и мудрости, и терпения, и всякому любомудрию. Ведь и Лазарь жил в бедности, и однако ж был увенчан, и Иаков желал иметь только хлеб, и Иосиф находился в крайней бедности и был не только рабом, но и узником. И однако ж, поэтому мы еще более удивляемся ему. Мы не столько восхваляем его в том случае, когда он раздавал пшеницу, сколько в том, когда находился в темнице. Не столько тогда, когда был в оковах, не тогда, когда восседал на троне, а когда подвергался кознем и был продан. Итак, представляя себе все это, и помышляя о венцах, сплетаемых с этими подвигами, будем удивляться не богатству, а почестям, не удовольствиям и владычеству, а бедности, оковам, узам и терпению ради добродетели. Конец первых исполнен смятение и беспокойство, и обладание ими соединено с настоящей только жизнью, а плод последних неба и небесное благо, которых ока не видела и уха не слышала, которых и досподобимся всем и по благодати, и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.